Прошу рабочую группу не включать в перечень площадок по строительству программы Святой Екатерины, выносимый на опрос жителей муниципального образования в городе Екатеринбург в территорию сквера у театра граммы на Октябрьской площади. Сохранение данной площадки в качестве потенциального места постройки будущего храма может вызвать новые протесты, сохранить напряженность в обществе в то время, как Екатеринбург нуждается в мире и в согласии. Значит, вот только все успокоилось, решили, что будем проводить опрос, включили сорта 5-6 мест у нас, и опять начинается шатание. Это исключено, это не исключено. Что, мое желание-то, оно неинтересно, но я вот хочу, чтобы здесь храм был. Зачуете? И не только я, наверное. На сегодня у нас сформирован перечень площадок, которые предлагаются архитекторами к обсуждению. Это Белинского-Фурманово, второй участок – это у нас сквер у Громтеатра, третий участок – это Горького-17, это площадка дольшего приборостроительного завода, все вы ее знаете. Еще один участок – это акватория за Макаровским мостом. Следующий участок, который попал – это участок на низ телебашни. И итоговый участок – это уже градостроители дополнительно, мы решили предоставить им такое право, внесли предложение по Датищеву, это куда мы с вами едем, из центра города, с правой стороны у нас есть там территория, которая на сегодня сквером не является, в оформленном виде посмотреть. Далее цель – сформировать 3-4 площадки, которые могут попасть уже в итоговый шоуф-лист. Прошу не забывать, что есть тысячи верующих, которые отдали свой голос за ту площадку, которую все так старательно хотят выключить из списка. Мы согласны на корректировку этого проекта, дайте людям проголосовать в вопросе. Что касается площадок самих, вот раз уже дошла ситуация до такого, что на ветеране уровень вышла эта повестка, то, может быть, и есть разумное предложение Алексея Андреевича эту площадку исключить, только лишь ровно для того, чтобы уже точку на этом вопросе поставить и чтобы уже обе стороны были удовлетворены, что ли, так скажем. Как вот так? Есть решение Думы по этой площадке? Вы так захотели и исключили? Я ничего не захотел. Да все. Одна из... И так уже соглашаемся на срожный вопрос, включая в эту площадку. И сходите, быстро и делайте. Я бы предложил, как и в прошлый раз, сегодня не заходить в крайние режимы голосования, исключить, добавить. У нас с вами сегодня цель вместе искать консенсус. В целом, пройдет опросы. Я по-русски показал, что 74% опрошенных выслали против Стрелинского охрана Святой Екатерины в этом сквере. После этого губернатор Стерновский областитель Владимирич Куевышев сказал, что после такого опроса в ЦРУ площадка скверя должна быть исключена из списка предлагаемых площадок. Так вот, в результате нашего, в ходе нашего сегодняшнего обсуждения, я не услышал серьезных аргументов, которые бы что-то против этого мы будем противопоставить. Пожалуйста, если такие аргументы есть, приведите их к присутствию. Я бы выступил за то, что преждевременно эту площадку не исключать, потому что я за эту площадку лично ориентировал. Я верю, что храм на этом месте очень смотрится. Я верю, что он не разрушит, не уничтожит сквер. Когда человек говорит слово «компромисс», он должен иметь у себя в голове список тех уступок, на которые он согласен. Вот хотелось бы знать, на какие уступки люди, противники строительства права на этом месте согласны. А наш критерий в этом плане совершенно понятен и очевиден. Это наша уступка. Скверы нет, парки нет, акватория прода нет. Дальше, пожалуйста, с православными, с церковью, с благотворителями, с чиновниками. Да, без всяких проблем. Проблема возникает там, где заходят эти интересы на территорию общего пользования. Вы призываете к диктатуре, к диктатуре одной группы по сравнению с другой. Это абсолютная диктатура. Вы не хотите слышать никого, компромисса здесь нет. Компромисса здесь нет, вашей позиции. Навязывать всем. Мы защищаем общий интерес, мы защищаем экологию, зелень. Высокие слова вы защищаете. Слушать противно. Сколько я понимаю, конфидоральный собор сейчас у православной церкви в городе Катеринбурге есть. Да? То есть это значит, что они просто хотят больше и лучше. Хорошо. Опять же, вот есть такие люди, которых в этом конфликте как бы нет. Но на самом деле они ходят по улицам. И они есть. И они как бы тоже на это смотрят и думают. И их чувства, вот каждая церковь, которую удалось подкнуть в центр города, он оскорбляет. Он оскорбляет и мусульман, в какой-то мере и буддистов, и адвентистов седьмого дня, и язычников, и поклонников церкви летающего макаронного монстра. И белая пласта, и верующих в Северных Хокинга, и единосущего, и атеистов, извините. Вот каждая церковь, которую удается поставить, она говорит, ребята, этот город не для вас. А можно этот город тоже и для меня будет в том числе? Можно. Вот у меня такие как выжатки, которые... Я переведу это, так сказать, в методическую плоскость. Вопросы инферентного типа всегда звучат как дихотомические вопросы. То есть вопросы типа «да», «нет», «за», «вот». И именно такие вопросы, таким образом поставленные, позволяют нам выявить большинство и большинство, на основе которого, собственно говоря, правительственное решение принимается председатом референтума. Если мы этот вопрос формулируем как состоящий из ряда альтернатив, то есть несколько позиций, допустим, четыре площадки, то никакого большинства мы не получаем. И ни о каком правительственном решении, которое может быть принято на основе такого правительственного опроса, мы сами не примем. Почему? Да потому что не будет большинство. Вероятность того, что какая-либо из четырех, пяти, шести площадок наберет 51%, чрезвычайно низка. Я бы сказала, это такой вероятность и практически нет. Что мы получаем? Предположим, для упрощения. Мы с вами переделили нашим горожанам список из четырех площадок. Получаем распределение 10, 20, 30, 40% и того 100%. Вопрос. 40% — это большинство? Нет. Это всего лишь большая доля. Потому что остальные 60% скажут, вау, мы против. Ты кто должен, они наберут 40%. И что? Мы принимаем решение строить храм в сквере, а остальные горожане скажут, извините нас, 60%, мы не хотим здесь в виде сквер. Таким образом, ситуация в данном случае не решаем. Если мы хотим с вами решить проблему социального конфликта, снять, значит, надо вывести эту точку из списка. И дальше уже делать в рабочий проект. Спасибо. 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 Эта профессиональная школа спранировала вам, чтобы получить их сентября.